Самому юному юбиляру Ларисе Шаталовой стукнуло 50, Татьяне Савченко – 65, а Эльвире Канаевой – 75. На масштабной выставке собрано более 50 работ, выполненных в технике лоскутного шитья. Впервые все свои работы за четыре года выставила Лариса Шаталова. Конфетти и льняная ярмарка – одни из последних. На создание каждой ушло по два месяца ежедневного труда. Здесь только лён и только весь Ивановский. Единственное, что вот эти вот вставки, вот эти зелёные, мне пришлось купить льняное полотенце, там же в Иваново, узкое, 45 сантиметров шириной, кухонные льняные полотенца. И вот они у меня все ушли, все три метра ушли вот сюда на нарезку. Татьяна Савченко увлекается лоскутным шитьём уже 10 лет. Не так давно. При храме Рождества Христова Татьяна Михайловна организовала для прихожан кружок лоскутного шитья. Мы, значит, делаем подарки на праздники Рождества Христова. В больницу села Солдатская шили салфеточки, потом пасхальные салфетки для, как сувениры, дарили прихожанам храма Рождества Христова. В этом году делали детские одельцы для детишек и новогодние открытки подарочные. Ну а сейчас к паске готовимся. Эльвира Канаева и в 75 увлечена лоскутным шитьём. Правда, над изделиями приходится корпеть чуть дольше своих коллег. Над некоторыми работами мастерица трудилась по полгода. Эльвира Романовна мечтает сделать большой понос изображением храма Силакуньи Курской области. Времени дефицит. У меня время выкроено чуть не по минутам, по часам. Не досыпаю, не до этого. Но интересно. Сотворить чудо из лоскутков непросто, но возможно. В очередной раз доказали мастерицы. И не важно, какое у тебя образование, возраст и социальный статус.